Друзья, всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодняшний влог я хочу начать с нанесения макияжа, но перед этим я хотела вам показать, как сейчас выглядит мое лицо после лечения розоцей. Я пролечилась в течение двух месяцев и сейчас мое лицо выглядит вот таким вот образом. Мне нравится результат. Конечно, дерматолог мне тогда сразу же сказала, не жди стопроцентного результата, потому что, к сожалению, розоцей не лечится на сто процентов. Если у нас будет результат на 60 процентов, то это отличный результат. Я считаю, что я этого достигла. Ушли вот эти ужасные красные пятна, ярко выраженные красные пятна. Я очень стеснялась выходить на улицу, не нанося какой-то тональный крем. Я все время их перекрывала, потому что были очень ярко выраженные красные пятна. Сейчас их почти нет. Я вот вижу слегка розовые пятнышки, но давайте не будем забывать тот факт, что камера всегда все показывает более ярко. И сейчас, может быть, вам на камеру они виднеются более красными. Не знаю, я пока что не вижу на маленьком экране, что там видно. Но не будем забывать, что камера все показывает более ярче. На самом деле пятен совсем не видно. Едва. Едва они прослеживаются. В общем, результатом я довольна. Это что касается моих результатов лечения. Я сейчас быстренько нанесу макияж и хочу сходить в один магазин. Зайду также на рынок. Нужно купить фрукты. У нас закончились фруктики. Ну а по возвращению вас ждет очень интересное меню. Я сегодня приготовлю несколько очень быстрых и простых блюд в аэрогриле по запросу моей подписчицы. Вот она меня просила показать, какие блюда можно приготовить в аэрогриле. Так что я составила такое небольшое меню. Очень надеюсь, что вам понравится. Еще одна моя подписчица просила меня показать, как я оформляю свои брови. Поэтому сейчас я очень быстренько нанесу макияж, оставлю на конец брови и покажу вам, как я их оформляю. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, девчонки, я уже накрасилась. Осталось оформить только брови. И вот как только мы сейчас оформим брови, вы увидите колоссальную разницу до и после. Я считаю, что оформление бровей вообще играет самую важную роль в макияже. Ну и что мы должны сделать в первую очередь? Перед тем, как оформить брови, нужно им дать очень красивую форму. Как я это делаю? Я, естественно, уже привыкла это делать, но у меня есть очень легкий и дельный лайфхак для тех, кто вообще не привык к этому, кто абсолютно не эксперт в этом деле. Что бы я вам предложила? Во-первых, берем карандаш для бровей и затачиваем его до самого острого носика, потому что нехорошо заточенный карандаш вам никогда не сделает красивые брови. Ну и что я делаю? Смотрите, если, например, у вас брови там очень густые, очень много лишних волосков, просто берем карандаш и оформляем нижний контур. Просто проведите аккуратную линию под вот эти нижние волоски, где бы вы хотели видеть свою бровь, насколько широкую или узкую вы бы ее хотели. Провели нижний контур, проводим верхний контур, находите самую высокую точку своей брови и делаете вот такой вот уголочек. Все, например, прорисовали бровь, затем хорошенечко нужно ее расчесать, так чтобы вот эти лишние волоски поднялись прям сюда наверх. Потом берете маленькие острые ножнички и начинаете срезать вот эти вот лишние волоски, которые будут выступать за пределами того, что вы нарисовали. Не режьте такими, знаете, резкими движениями, так как вы не привыкшие к этому. Вот такими небольшими мелкими импульсами продвигайтесь к самой высокой точке. Опять же все можно это прочесать, чтобы волоски вышли сюда за пределы контура. И опять же все вот это аккуратненько состричь и все, бровь у вас будет готова. Далее возьмите пинцет и все те волоски, которые вот выступают, спускаются сюда вниз или которые остались вот здесь наверху, в общем, все лишнее уберите. И у вас останется именно та бровь, которую вы нарисовали. Я очень часто, знаете, что делаю? Когда я уже накрашена и вижу, что у меня брови получились такими ровными, идеально одинаковыми. Я тут же беру ножнички, все состригаю лишнее, что уже там у меня торчит, все, что лишнее подросло. Беру пинцет, тоже убираю все лишнее, все, что там 2-3 волосочка здесь появились, 2-3 сверху. Все это выдергиваю и потом смываю макияж и у меня остаются вот такие аккуратные бровки. Вот что касается формы бровей. Теперь я уже буду переходить к оформлению брови. Ну и первый шаг, как я уже вам сказала, это хорошо выточенный острый носик. Первый шаг. Прочесать аккуратно бровь и уже придать ей форму. Далее. Вот эту переднюю часть брови мы никогда не делаем очень жирной, интенсивной. Мы вот этот уголок и хвостик делаем более интенсивным, а всю остальную бровь не очень. Ну и в первую очередь я начинаю прорисовывать вот этот нижний контур. Иду, прямо знаете, по самым нижним волоскам по первому ряду и делаю вот такую красивую стрелочку. Из этой нижней полосы, которую мы нарисовали, я начинаю вытягивать вот такие стрелы, не надавливая. Просто заполняю вот эту переднюю часть. Абсолютно я сейчас не надавливаю на карандаш. Прорисовываю волоски. Вот, прорисовала. И теперь мне нужно их растушевать. Беру щеточку и вот так прочесываю. Тем самым растушевываю и даже убираю излишки. Вот такое вот оформление получилось. Дальше я прорисовываю вот эту линию, нижнюю до конца, до самого хвостика. Прорисовали. Давить опять же не надо на карандаш. Теперь я буду прорисовывать верхнюю линию, верхний контур. Потихонечку буду доходить до самой высокой точки. У меня самая высокая точка брови, это вот здесь. Делаю уголочек, заполняю по ходу проплешины, которые у меня есть. Очень такой строгий треугольник здесь не делайте, наоборот. Мягкий уголочек и идете до конца. Опять же все это нужно прочесывать, растушевывать, чтобы видеть свои, например, какие-то косяки. И все поправлять и сглаживать. В принципе, бровь готова. Можно, конечно, все еще довести до идеала, но так как это каждодневный макияж, не обязательно, чтобы бровь была такая, как татуировка, знаете. Пускай будет такая небольшая небрежность, наоборот, это нам на руку. Вот и все. Бровьку я оформила. Мне вот такой вот результат нравится. Далее берем вот такой гель для бровей и просто их укладываем. Вот так аккуратненько прочесываем, чтобы волосок к волоску. И все. Брови у нас готовы. Сейчас я оформлю и вторую бровь, расчешусь, оденусь и уже побегу в магазин. Я уже вернулась домой и сразу же приступаю к готовке. Будем готовить сегодня несколько блюд в аэрогриле. Очень простые и быстрые блюда, которые классно экономят мое время. Ну и первое блюдо у нас будет салат из нута. Я вчера вечером нут хорошенечко промыла, поместила в контейнер, посолила, добавила холодную воду и отправила в холодильник до следующего утра. С утра я его опять хорошенечко промыла и в первую очередь отправила в аэрогриль просушиться. Спустя 5 минут нут просох. Теперь я добавляю соль, перец, любые специи можно сюда добавить. Также я его взбрызнула небольшим количеством оливкового масла и отправила готовиться. Он у меня готовился при температуре 180 градусов 10 минут. Ну и вот посмотрите, какой он получается. Снаружи он хрустящий, а снутри мягкий. Единственный минус, то что он получается немножечко суховатый. Но если учитывать тот факт, что нут мы будем отправлять к овощам, то все это дело в конечном итоге сбалансируется. Из овощей я использовала салат айсберг, огурец, красный болгарский перец, ну и фету тоже добавлю, нарежу кубиками и отправлю к салату. Естественно, в конце все это заправлю оливковым маслом. Можете попробовать сюда добавить бальзамический уксус. Я не думаю, что он как-то испортит этот вкус. Ну и вот такой быстрый легкий салат мы уже приготовили. И следующее блюдо это у нас запеченная курица. Я курицу также хорошенечко промыла, все лишнее отрезала. Я ее, конечно же, могла нарезать кусочками, но я этого делать не стала, потому что вот одна тушка курицы у меня спокойно помещается в чаши аэрогриля. И, кстати, я вам не сказала, аэрогриль у меня от бренда Xiaomi. Я ему очень довольна, очень функциональный аэрогриль, и плюс вот это напыление внутри чаши, оно такое классное, моется очень легко, ничего там не пристает, никакие жиры, никогда ничего не тру. И оно уже вот спустя год-полтора никоим образом не испортился. В общем, отправила курочку запекаться, и я ее несколько раз, где-то 3-4 раза переворачивала. Пока курица будет запекаться, я приготовлю овощи на гарнир. Я уже почистила 1 баклажан и добавила 1 столовую ложку крахмала, потому что, ну, по мере запекания баклажан будет выделять очень много влаги. Также использую 2 моркови и болгарский перец. Все нарезаю крупно. Здесь курица у меня уже приготовилась. Посмотрите, какой красивый зажаренный цвет она приобрела. Теперь курицу накрываю фольгой, чтобы она не остывала. Ну и в ту же чашу я помещаю овощи. Обязательно их также надо посолить, поперчить. Я сюда же добавлю сушеный чеснок и сушеную аджику. Добавьте еще сюда грибы. И вот именно сушеная аджика к запеченным овощам ну очень подходит. Также я потом добавлю оливковое масло. Забыла сразу же это сделать. Ну и все, оставляю овощи запекаться. В течение 20 минут они будут готовы. Но периодически я, естественно, доставала чашу и перемешивала овощи. В промежутке между готовкой я также отварила несколько початок кукурузы. Ну и вот 2 штуки решила запечь. Я кукурузу люблю в любом виде, поэтому запеченная тоже хороша. Ну и пока она теплая, я ее обмазала сливочным маслом, потому что, во-первых, это вкусно, во-вторых, она приобретет красивый золотистый цвет. В общем, отправляю кукурузу в чашу аэрогриля и буду ее запекать с каждой стороны по 5 минут. Ну что, друзья, наш обед готов. Приготовила я его очень легко и быстро, при этом не использовала 15 противней и сковородок. Ну и кто ест вместе со мной, всем желаю приятного аппетита! Я продолжаю готовить и следующее блюдо у нас будет галета с фруктами. Но для начала нам нужно приготовить тесто. Я использовала 100 грамм муки, 100 грамм холодного сливочного масла и 3 столовые ложки сахарной пудры. Холодное сливочное масло я натерла на крупной терке. Ну и приготовила тесто из трех ингредиентов. Оно получилось просто изумительное. Мягкое, не липнущее к рукам, но при этом очень нежное. Помещаю его в пищевой пакет и отправляю в холодильник на 30 минут. Галету я буду готовить из нектарин. У меня очень свежие, твердые, сладкие нектарины. Вообще любую свою выпечку готовьте из хороших, свежих фруктов. Извлекаю косточку из нектарин и нарезаю их ломтиками. Спустя 30 минут я достаю тесто и уже на подготовленную пергаментную бумагу буду раскатывать и формировать галету. Лист бумаги я вырезала в размере 20 на 20, потому что именно такой размер у чаши моего аэрогриля. Также при помощи этого же пергаментного листа мы с легкостью уже готовую галету перенесем в аэрогриль. Ну и собственно начинаю раскладывать фрукты. Не подумайте, что фруктов много, потому что нектарин при выпечке очень потеряет в объеме. В конце вы увидите, что все получилось так, как надо. Разложила фрукты, посыпаю их сахарной пудрой. Ну и как полагается загибаю края вот таким вот образом. Аэрогриль у меня уже разогрет до 170 градусов, ну а сама галета у меня выпекалась 20 минут. Спустя 15 минут я ее проверила. Увидела, что верх уже готов, но снизу она была еще сырая, поэтому я ее перевернула на другую сторону. Конечно, без потерь не обошлось, она у меня немножко треснула, но ничего страшного, вкус от этого не пострадал. Галета получилась безумно вкусной, нежной, потому что все-таки это тесто на основе творога. И если вдруг у вас нет аэрогриля, то обязательно готовьте этот рецепт в духовке. Рецепт просто бомба! Ну и напоследок я вам оставила мой самый любимый и быстрый рецептик. Буду готовить пиццу на основе питы. Беру питу, выкладываю на нее кетчуп и майонез. Поверх этого соуса я всегда насыпаю орегано. Ну и далее все как обычно. Буду использовать голландский сыр, курицу, которую мы приготовили. Я срезала немножечко грудки. Ну и болгарский перец. В общем, в пиццу добавляйте все, что вам хочется, свои любимые ингредиенты. Единственное, я прогадала с голландским сыром. Вообще этот сыр мы используем в пасту. Поверх пасты насыпаем этот сыр. Я подумала, что он расплавится в аэрогриле, но этого не случилось. Ничего страшного, все равно все было вкусно. Но в следующий раз я буду использовать сыр, который хорошо плавится. Я думаю, все равно идея вам понятна. Все готовится быстро и получается вкусно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 кирпичи, а с задней стороны это такая самоклеющаяся панель, которая очень хорошо клеится к стене. Я такие панели нашла в Джамбо, поэтому я туда съездила, но к сожалению в самом магазине этих панелей не было, были только коричневые и серые, но так как этот цвет меня не устроил, вернувшись домой, я зашла на официальный сайт магазина Джамбо и заказала себе. Взяла 10 штук, я сначала оформлю стену, которая находится сзади нашей кофейной зоны, и если мне понравится, я еще закажу и оформлю угол за нашей сушильной машинкой. Не знаю, если я буду оформлять все стены на балконе, пускай приедут эти панели, если я останусь довольна результатом, будем смотреть уже по факту. Ну и давайте быстренько пробегусь по покупкам, чтобы не затягивать это видео. Здесь у меня губки, все в пепку стоит очень бюджетно, друзья, и если вы пока еще туда не ходили, обязательно сходите, там декор и все для дома стоит в разы дешевле, чем в Юске и в Икеа, например. Вот в Юске я покупала такие губки на кухню, они были в два раза дороже. В общем, я выбрала вот такой бежево-коричневый цвет, мне нравится, что вот эта абразивная, твердая сторона, не красная, не зеленая, не выбивается из такой, знаете, общей цветной гаммы у меня на кухне. Поэтому взяла вот такие губки, они супер бюджетные. Также в пепку я взяла вот эту прекрасную золотую лейку, сейчас я вам скажу, она стоила 6 евро. Такая лейка в Икеа стоит в два раза дороже и она в два раза меньше. Вот такая вот красота, поставлю ее на подоконник, на какое-нибудь видное место и будет украшать подоконник. Ну и плюс нужная вещь, без дела точно стоять не будет. Также для балкона я взяла вот такой красивый белый деревянный подсвечник, заплатила за него 7 евро, очень легкий. Я сюда поставлю белую свечку и оформлю какой-нибудь угол у себя на балконе, в квартире, можно его поставить куда угодно. Очень красивый фонарик, можно даже сюда добавить какой-нибудь красивый бантик, цветы и украсить его еще больше. Взяла также салфетки в осенней тематике. Салфетки я очень люблю, всегда их покупаю. Вот такие вот красивые осенние цветы и купила я эти салфетки за 1 евро. И здесь у меня еще вот такое плетеное кашпо, оно достаточно большое, оно не маленькое, но стоило 7 евро. Вот такое кашпо в Икеа вы возьмете за 13, а то и за 15 евро. Здесь внутри находится вот такой целлофан, можно сюда поставить кашпо и поливать его без опаски. Эти кашпо, по-моему, плетут из гиацинта, но я не уверена, если что, девочки, меня можете поправить. И дальше у меня идет несколько свечей. Первую свечку я вам хочу показать, вот такую ароматическую свечу с ароматом ромашки. Аромат сногсшибательный. Я не знаю, здесь точно добавили еще какие-то ингредиенты, потому что сам аромат ромашки я не люблю, но вот это сногсшибательный аромат. И там были разные свечи, то есть в разных расцветках и красные, и глубокие зеленые, белые, розовые, но там аромат был какой-то очень резкий, отталкивающий. Но вот эта свеча с самым вкусным ароматом. Ну и оттенок тоже такой супер осенний. И за эту свечку я заблатила 6 евро. И это огромный стакан, я хочу вам сказать. Дальше я взяла вот такие две свечки, вот такие две малютки в форме тыков. Очень красивый, прям такой золотой цвет. Здесь точно, я уверена, что присутствует корица, потому что у этой свечи такой резкий запах корицы. Но для меня это очень тяжелый запах. Но мне понравилась форма этого подсвечника. Это стекло, и когда свеча догорит, я могу сохранить, я могу помыть эту емкость и просто так хранить потом. Здесь даже какие-то специи, не знаю, соль, сахар или все, что угодно можно здесь хранить. Вот такая вот форма тыковки. В общем, эти свечки вообще меня поразили своей формой. И эти свечки стоили 3 евро. Еще я взяла вот такие вот искусственные небольшие свечки, которые работают на батарейках. Они стоили 2 евро, то есть 1 евро штука. А эту свечку можно поставить в тот белый светильник. И будет вот такая вот имитация горящей свечки. Также взяла вот такие 2 простые свечки. Они не маленькие. Каждая стоила по 2 евро. Это намного дешевле, например, чем в том же Вику. Свечки у нас вообще очень дорогие. Поэтому вот 2 евро за такую большую свечу, это очень бюджетная цена. Они абсолютно ничем не пахнут. Взяла белые свечки, чтобы немножечко разбавить вот этот желтый-золотой цвет, который я буду использовать в декоре. Взяла также вот такую вазочку. Она у нас керамическая, вот такая фигурная. Очень мне понравилась ее форма. И стоила эта ваза 6 евро. Это абсолютно недорого. Хочу эту вазочку использовать на наш обеденный стол. Потому что все вазы, которые у меня есть, у меня уже очень много лет. Поэтому вот просто захотелось немножечко обновиться. И последнее, что я купила в Пепку, это вот такая огромная корзина. И стоила она 11 евро, друзья. Я не думаю, что где-то можно найти подешевле. Она просто огромная. И купила я ее, знаете, для чего? Я хочу эту корзину поставить на нашу сушильную машину. Так как рядом с сушильной машинкой у меня висит пылесос, еще есть несколько насадок. Мне их просто некуда ставить, негде хранить. Поэтому я решила купить вот такую корзину. Поставлю сюда насадки от нашего пылесоса. И она у меня будет стоять на сушильной машинке. Единственное, что я, конечно же, хотела корзину с крышкой. Но таких не было, к сожалению. И потом мне именно вот такое плетение нравится. Ничего, крышку я могу сама смастерить. Ну а пока что будет вот так. Теперь я уже вам буду показывать вещи, которые я купила в Джамбу. Ну и давайте продолжим тему свечей. Я там купила две вот такие фигурные, прекрасные свечи, у которых очень приятный тонкий аромат. Я не знаю, чем они пахнут, но пахнут они превосходно. Я хочу эти свечки добавить в композицию на наш обеденный стол, к новой белой вазе, которую я вам уже показала. Вот хочу заменить и сделать какую-то новую композицию. Вот, надеюсь, получится что-то красивое. Также я купила вот эту белую прекрасную свечу. Это белая роза. И у нее такая вот шиммерная окантовка с блестками. Она превосходная. Девчонки, согласитесь. Не знаю, куда и как и с чем ее буду ставить, но точно что-то красивое получится. Также в джамбу я купила вот такие вот крючки на самоклеющей пленочке. Хочу использовать эти крючки на балконе. Вообще их везде можно использовать. Но я думаю установить где-то гирлянду, может быть, какую-нибудь арочку над дверью оформить. Не знаю, пока еще думаю. Нет у меня такой, знаете, полноценной и конечной картинки. Но крючки я все-таки взяла, потому что без применения они точно не останутся. Пускай будет. Я взяла вот эти прозрачные акриловые контейнеры для того, чтобы организовать один ящик в ванной комнате. Я взяла два вот таких вот органайзера. Они узкие, высокие. Эти органайзеры вообще находятся в разделе для организации холодильника. Но я их использую вообще как хочу и куда хочу. Вот таких два органайзера я взяла. И один органайзер взяла вот такого типа. К сожалению, я сходила в джамбу и абсолютно не вспомнила, что вот мне нужны эти органайзеры. Я не посчитала сам ящик, но вот на глаз как бы я не промахнулась. И я уже туда это примерила. Все прекрасно подходит. И знаете, если бы я взяла еще какой-нибудь органайзер, туда бы уже ничего не поместилось. Так что да. Будем организовывать и ящик в санузле. Также для того, чтобы оформить стену на нашем балконе, то есть кофейную зону, я взяла два вот таких вот постера. Они мне очень понравились. Они уже готовые, со своими рамками. Мне ничего искать не надо. Вот такие вот постеры. Очень нежные, красивые на мой взгляд. Думаю, прекрасно украсят нашу кофейную зону. Также я купила вот такие прелестные осенние цветы. Взяла гортензию в очень осенних оттенках. И также две розы. Я думаю, что этих цветов будет предостаточно для того, чтобы оформить вот эту белую узкую вазу. Опять же, я их взяла для нашего объединенного стола здесь на кухне. Я знаю, что многим не нравятся искусственные цветы. Вас это напрягает. Мне даже писали, зачем захламляться. Это же пылесборник. Меня лично это абсолютно не напрягает. Когда мне их нужно постирать, я их стираю. Я наполняю в тазик теплую воду. Добавляю несколько капель средства для мытья посуды. Оставляю цветы вот в таком положении, чтобы вся грязь и пыль растворялась. Потом я их немножечко вот так промываю и все. Без проблем. Лично меня это не напрягает. Но, не знаю, в моих глазах это очень красиво. Также я взяла вот такой красивый декор. Не знаю, он мне очень понравился. Это деревянный декор, такой вот ажурный, для оформления стены, опять же, на балконе. Я думаю, что я его повешу над нашим краном, потому что вот эту узкую стену мне тоже всегда очень хотелось оформить. Может, какими-то висячими цветами повесить кашпо. Не знаю. Но вот увидела этот декор, думала, лишним не будет. Балкон у нас большой. Обязательно куда-то его пристроим. И последнее, что я взяла в чамбу, это вот такой очень модный, известный треугольный столик. Здесь у него есть свои ножки, которые нужно установить. Тоже было что-то в районе 10 евро. Очень недорого. Естественно, я понимаю, что это не очень качественный стол. Даже, можно сказать, немножечко хлипкий. Его используют вообще как кофейный столик, но где-то, может быть, в спальне или в гостиной, но никак не на балконе. Но я хочу его использовать именно на балкон. Хочу сюда поставить папоротник. Свой папоротник, потому что мне его некуда ставить. Но я и на ножки что-то устанавливаю, что-то вроде силикона, чтобы он не намокал. А то здесь все точно разбухнет, испортится. Но и вот саму столешницу тоже, наверное, можно обвернуть вот этим пищевым пакетом, полиэтиленом. И думаю, все будет прекрасно. Потому что этот столик, эта столешница все равно под этим пышным папоротником видеться не будет. Так что обвернуть этот столик не составит никакого труда.